Здравствуйте! Мы с вами находимся в кафе-музее Куликово Поле. Я заведующая отделом питания. Меня зовут Исаева Ольга Александровна. Сохраняя традиции гостеприимства, мы восстанавливаем этнографическую кулинарию. На базе нашей кухни мы занимаемся мастер-классами всевозможными и с девушками и со взрослыми. Рассказываем о русской национальной кухне, о растягаях, о кулебяках и о том, что готовили хозяйки близ лежащих деревень, прилегающих к нашему музею. Сегодня мы готовимся к светлому празднику Пасхи и расскажем рецепты разнообразных куличей, которые пекли каждая хозяйка по-разному. Мы расскажем о маковых куличах, о куличах с курагой и о куличах с орехами. Так, здравствуйте! Сегодня мы готовим наш пасхальный кулич. Кулич у нас особенный, только готовим мы его вот такой на Куликовом поле у нас, потому что у нас особенные ингредиенты, которые мы туда добавляем. Это редко кто добавляет мак, орехи, курага и цедра лимона вот у нас есть. Сейчас будем собирать наше тесто. Берем дрожжи. Дрожжей мы берем ту половину пачечки, больше нам не надо. Вот у нас тут молочко подогретое заранее. Заливаем молочко. Туда же щепотку соли. Это должна быть опара. Разводим наши дрожжи с молочком, так аккуратненько. Соль добавили. Это мы ставим опару, просто опару. Куда? Муку. Сахар добавить. Вот сахар еще обязательно. Это обязательный ингредиент. Вот замесили мы опару. Вот такой вот она у нас должна быть консистенции. Ну, как кефирчик, приблизительно так. И оставляем мы ее, ну, где-то на час, чтобы подошло. В эту опару разбиваем яички. Тоже. Хорошо, хорошо их, хорошо. Можно венчиком, но я как-то привыкла больше руками, больше чувствуется тесто. И оно получается, когда делаешь с любовью эту вещь, и руками взбиваешь все это, оно получается... Так, теперь цедру лимона. Растопленное сливочное масло, тоже много. Туда же курага, мелко, так порезано, средние. Орехи. Тоже мы их немножко подавили, не помололи, а подавили скалочкой, так, чтобы они не были крупными и не были мелкими. Мак. Ну, мака сколько кто захочет на любителя. Мак же не все так любят. Кто что любит. Сахару надо много. Ой, чем больше сахара, тем будет вкуснее, издобней. Вот видите, какая у нас смесь получилась. Такая необычная. Очень необычная такая смесь. Так. Сейчас мы все это хорошо-хорошо размешаем. Ну, а теперь мука. Это последний ингредиент, который у нас остался. Ну, муку мы добавляем. Ну, это по мере того, сколько возьмет тесто. Я вам расскажу рецепт, но надо чувствовать руками, конечно. Все это надо прочувствовать, потрогать, как оно вот такое, все прям такое, все приятное должно быть перемешано хорошо. У нас же куличи всегда месили же вручную. У нас же не было у бабушек, у наших дедушек, ни миксеров, ни блендеров. Все это делалось вручную. Ну, и мы с вами тоже будем делать, как бабушки с дедушками, своими ручками. Сейчас мы... Не спеша. Спешить не надо. Не любит. Тесто не любит. Спешки. Тесто любит. Внимание, ласку и заботу. С ним надо разговаривать. Вот какое оно у нас... Вот такое получается необыкновенно хорошее. Красивое. И будет оно у нас очень вкусное. Тесто замешивается крутое. Вот. Муки нам уже сюда достаточно. Сейчас мы все это аккуратненько в одну массу. Такое получается тяжелое, потому что там у нас очень много сдобы, много яичек, много масла. Но оно и должно быть сдобное, потому что это пасха, это кулич. Их всегда делали очень насыщенные, вкусные такие. У нас же люди все постились. Это мы сейчас по выбору, хотим постились, а хотим нет. А раньше-то постились все семьи. Потому что готовила одна хозяйка, готовила на всех и готовила все постное. Поэтому кулич на пасху уже должен быть такой праздничный, вкусный. Так вот, все, мы замесили тесто и оставляем его на 6 часов. Курагу, какие вы хотите специи, приправы, пряности, добавляйте сами по желанию. Вот сейчас мы убираем это тесто на 6 часов. Накрываем. У нас здесь параллельно уже стояло, подходило тесто, но немножко другого плана. Здесь у нас нет орехов и нет у нас здесь мака. Типа более классический рецепт. Вот из этой вот маленькой-маленькой такой вот плюшечки должно получиться вот столько теста. Оно практически уже подошло. И мы его будем формировать вот в такие вот формочки пасхальные. Куличики наши готовятся. Мы сейчас будем делать глазурь. Украшать их сверху. Берем яичный белок. Тут мы уже будем механическую обработку проводить не руками. Вот два белка на два стакана сахарной пудры. На каждый белок по стакану сахарной пудры. И будем пока взбивать. Добавляем капельку свежевыжатого лимонного сока. Мы его уже выжали заранее, чтобы вы нас долго не ждали. И теперь сахарную пудру. В пакетике 200 грамм. Как раз стаканчик. На два белочка два пакетика сахарной пудры. И опять мы взбиваем это все в хорошую крепкую пену. Вот у нас глазурь светлая. Теперь будем и смазывать. Вот так аккуратненько. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы приглашаем вас посетить наши мастер-классы, приехать к нам на интересные экскурсии и отведать кухню Куликового поля. Ждем вас в гости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...